25 мая традиционная дата проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года. 11-классники, которые собираются поступать в вузы, готовятся к ЕГЭ, а последний звонок все-таки прозвучит для всех выпускников 29 мая, хотя и в онлайн-режиме. А вот 9-классники уже сегодня надевают красные ленты, поют песни о школе, правда не в актовом зале любимой школы, а каждый у себя дома. Учителя, зная гроза, и все-таки школа, мы будем тебя любить. Здесь по нам скучают, с радостью встречают, теплые дни осенних с детям и нем ждут. Там, родная школа, двери открывает, И прощалась всегда, словно пять минут. Год у нас необычный. Он запомнится всем не только интересными цифрами 2020, но о том, как мы обучаемся в четвертой четверти, и как наши выпускники будут сдавать экзамены в этом году. У 11-классников сроки начала итоговой аттестации еще не определены. Но мы точно знаем, что в июне ЕГЭ не будет. Будет проводиться на более проздние сроки. Ждем распоряжения министра просвещения Российской Федерации. Кроме того, ЕГЭ в этом году могут сдавать не все выпускники. ЕГЭ сдают только те выпускники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения. Из практики мы знаем, что 90% выпускников 11-х классов поступают в высшие учебные заведения, которые расположены как в Москве, в других субъектах Российской Федерации. И, соответственно, эти дети и будут сдавать итоговую аттестацию. В этом году девятиклассники сдавать итоговую аттестацию не будут. Разные были варианты. Сначала был приказ о том, что выпускники девятых классов будут сдавать только два обязательных экзамена в своих школах, не в пунктах проведения экзамена. Но вот сейчас окончательное решение, что ведь девятиклассники экзамены не сдают и получат аттестаты об окончании девятого класса, в которых будут выставлены оценки, итоговые за четверть. Это всем понятно. Мы планируем до 10 июня, до 10, ну, в зависимости, как еще нам скажут об окончании учебного года, всем выпускникам девятых классов выдать аттестаты для того, чтобы они вместе с родителями определились с дальнейшей формой обучения. Или это поступление в 10 класс, или поступление в среднее профессиональное училище. Выдавать аттестаты мы будем в соответствии, по девятиклассникам, со всеми санитарными нормами. Никаких праздничных мероприятий не будет. Ученики по графику, который будет направлен к классным руководителям, будут приглашать учеников для того, чтобы они получили аттестат, если они уходят из школы. И будем ждать от выпускников и их родителей в электронном виде заявление о зачислении в 10 класс. Так получается, что, наверное, вот девятые классы оказались в очень непростой ситуации. С одной стороны, были отменены экзамены, с другой стороны, они сейчас получают аттестат на основании как бы до годовых оценок. Но из-за того, что формат обучения стал вот таким очень непростым, как бы это все понимают, но будут ли браться в учет непростые условия, в каких дети вынуждены заканчивать этот девятый класс? Вы знаете, мы сразу изначально, когда в этом режиме учебы оказались, мы, беседуя на наших планерках с учителями, я лично просила, я говорю, пожалуйста, коллеги, учтите эту сложную ситуацию. Детей у нас много, у нас тех же девятых классов, пять, два, одиннадцатых. И промежуточные классы тоже. Мы не знаем, какая ситуация у ребенка дома, мы не знаем, в каких условиях он живет, потому что вот есть родители-медики, которые находятся на работе за ребенком, в прямом смысле слова, может быть, некому контролировать. Поэтому мы просили не ставить плохих отметок, если ребенок где-то что-то не успел вовремя сделать, дать ему еще время и относиться с пониманием. То есть как бы вот жалоб никаких не было. То, что касается девятых классов, ну, знаете, с одной стороны, может быть, дети рады тому, что они избавились от государственной итоговой аттестации в том формате, в котором она планировалась. Но, вы знаете, каждая школа, и мы в том числе, мы знаем всех своих детей, мы знаем всех и каждого, знаем его способности, знаем, как он обучался все эти годы. И поэтому, ну, десятые классы мы набираем профильные. И основная часть десятых классов – это наши дети, которые пришли к нам из девятых классов. Мы, конечно, пока планируем провести диагностические работы для отбора в профильный класс, потому что все-таки это углубленная подготовка по предметам, но только по профильным. То есть по тому профилю, на который ребенок собирается. И сколько таких классов? Мы планируем два. Да, да, но в каждом классе две профильные группы. Химико-биологическая, информационно-математическая, социально-гуманитарная и лингвистическая. Это наши традиционные профили, которые мы набираем каждый год. Но мы планируем эти диагностические работы провести в августе. Надеюсь, что в это время ситуация стабилизируется, изменится. Вот, а для многих ребят, которые, скажем, были призерами Олимпиад, у нас есть региональный победитель Олимпиады по русскому языку Агата Аншакова. Мы таких детей вообще освободим от диагностических работ и примем их нашим решением педагогического совета без этого в 10 классе, потому что мы знаем их все достижения. И я думаю, что это для них будет такой приятный бонус, потому что ребята заслужили. Выпускникам 2020 года и их родителям окончание школы запомнится надолго. Пандемия внесла свои коррективы и здесь. Приходится отказаться от традиционных последних звонков, торжественных линеек и выпускных вечеров. Но полученный опыт наверняка пригодится в будущей жизни молодых людей, которые, конечно же, на все смотрят с оптимизмом. Дорогие выпускники 5-й гимназии, поздравляю вас с окончанием школы. Уважаемые учителя, Спасибо вам за ваш нелегкий, но важный труд, особенно в это необычное для нас время. Вальсовку снова играет, Улыбки повсюду, Грудь расставания со школы И слезы любви. Жизнь продолжается, Пары все кружат по кругу. Жизнь продолжается, Пары все кружат по кругу. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Редактор субтитров А.Семкин